шаббат шалом дорогая община я рад сегодня иметь эту возможность поделиться с вами словом и то о чем я буду сегодня говорить это плод моего такого длительного размышления так получилось что пару месяцев назад бог показал мне одно местописание я думаю это готовая проповедь начал писать потом отложил потом еще раз начал писать в общем это был период размышления период искания божьего лица и давайте мы помолимся небесный отец святый мы благодарим тебя за то что ты среди своего народа мы благодарим тебя за то что мы можем приблизиться к тебе чувствовать твою близость господи мы благодарим тебя за то что ты святой хочешь созидать наши жизни ты хочешь направлять наши пути ты хочешь чтобы мы были успешны чтобы мы были сильны вере господь и мы благодарим тебя за это Отец, во имя Ишоа, Мессии, я прошу Тебя, чтобы Дух Твой святой, Он надкрыл наши сердца, чтобы мы принимали истину Твою, и пусть Твоя истина, она изменит нас, Господь, сделает истина свободным, и пусть Твоя истина, она возбудит в нас жажду по Тебе, Господь. Мы нуждаемся в Тебе, мы хотим созерцать Твою славу и Твое величие в наших жизнях и в Твоей общине. Амин. Присаживайтесь, пожалуйста, и мы все с вами хотим быть счастливы, не правда? Я думаю, что вряд ли в этом зале есть человек, который не хочет быть счастливым, ну, наверное, таких нету, все мы желаем счастья. И если вот в личном общении задать вопрос, счастлив ли ты, я думаю, что многие скажут да, потому что, ну, по сути, верующий человек, он должен быть счастлив. Мы счастливы от того, что мы имеем мир с Богом, мы счастливы от того, что мы имеем такую прекрасную семью, такую прекрасную общину. Но, если задать вопрос, а что тебе не хватает для полного счастья, то скажут, я счастливый, но для полного счастья мне надо решить определенные моменты. Тот вопрос или тот вопрос. Вы знаете, конечно, у каждого из нас понятие о счастье совершенно разное. Мы счастье видим все по-своему, и это нормально, потому что Бог создал нас личностями индивидуальными. Мы совершенно разные, нет ни одного человека похожего. У нас у всех разные отпечатки пальцев, у нас у всех разные мысли. Мы видим все по-разному. Если спросить, к примеру, что это такое, кто-то скажет, это стакан, кто-то скажет, это вода. Хотя, ну, можно сказать, это вода в стакане, и это будет тоже правильно. Но все-все мы хотим быть счастливы, и у всех людей, по сути, присутствует это «но». Кто-то проходит испытания, кто-то имеет проблемы финансовые, кто-то имеет кредиты колоссальные, которые для него кажутся нереально их погасить. Кто-то имеет детей, которые в проблемах, в зависимости, и это тоже кажется большой-большой проблемой. И мы ожидаем чуда от Господа. В нашей жизни мы ожидаем чудес Божьих. Я хочу задать вопрос, кто ожидает чуда? Видите, я так же самый, как и вы, мы все ожидаем, практически все ожидаем Божьих чудес. Но я скажу, даже те из вас, кто не поднял руку, и у которых вроде бы на первый взгляд нету видимых каких-то определенных проблем, с детьми все нормально, кредитов нет, ну, вроде все нормально. Но когда приходят люди в собрание, они по-любому ожидают Божьих чудес. Потому что, приходя в собрание, мы сталкиваемся с великим Богом, который производит сверхъестественное. И мы, нам свойственно, входя в Его присутствие, ожидать сверхъестественного действия. И это свойственно, поверьте мне, как рожденным свыше людям, так и нерожденным свыше людям. Люди, которые приходят в церковь просто посмотреть, или просто послушать, или просто по каким-то причинам, входя в церковь, они понимают, что это особенное место. И они ожидают в любом случае Божьих чудес. Друзья, когда мы собираемся, Его присутствие и Его реальность открывает Его величие. Когда мы собираемся, Его присутствие и Его реальность, она производит чудеса в наших жизнях. Его присутствие, Его реальность, она делает нас счастливыми. Людьми. И когда мы собираемся, мы собираемся не просто так, потому что это надо, потому что так принято. Мы собираемся, потому что мы ищем Его лица, мы хотим пребывать в Его присутствии, мы хотим быть в Его общине. И наша община – это место, в котором наши жизни, соприкасаясь с Богом, будут и должны быть наполнены Его присутствием и наполнены Его чудесами, которые дают счастье человеку. Что же такое вообще чудо? Что? Вот мы сейчас с вами говорим о чуде, что место общины – это где Бог является чудеса. Мы видим множество чудес. Что же вообще такое чудо? Ну, если мы задумаемся, что такое чудо? Я прочитаю вам, что написано по поводу чудо в библейском словаре Виклянцева. Чудо – это событие, выходящее за рамки обычного человеческого опыта. Чудо совершается силой, не свойственной природе человека, а потому называется сверхъестественной. Истинное чудо совершается Божьей силой и всегда в конечном смысле направлено к прославлению Бога. Самым великим чудом является пришествие Господа нашего Ишуа Мессии на землю, Его воскресение и вознесение. Друзья, я хочу сказать, что в жизни каждого человека, я имею в виду в жизни каждого верующего человека, обязательно должно произойти как минимум одно чудо. Кто скажет мне, что это за чудо? Не слышу. Это воскресение. Это воскресение. Всякий верующий, он будет иметь одно чудо – он воскреснет. Это истинно так. Друзья, и немножко пойду в другом направлении. Если здесь есть люди, которые никогда не принимали Ишуа в свое сердце своим Господом и Спасителем, я очень вас прошу, побудьте это собрание до конца. Я просто вас умоляю, не уходите. Хорошо, давайте пойдем дальше. Что же такое чудо? Вот мы прочитали значение в словаре. Ясно, понятно, но размышляя по поводу чуда, я пришел к такому пониманию, я хочу поделиться с вами этим пониманием, и хочу, чтобы вы на него обратили особенное внимание. Практически всегда чудо – это ожидаемый результат прохождения тяжелых испытаний. Кто-то из вас имеет долги, и это многотысячные, может быть, сотни тысяч, даже долларов, долги, и для вас это неподъемная ноша. Бывают такие ситуации, и физически, возможно, ты не можешь отдать этих долгов. И я не имею в виду, конечно, ситуацию, когда такой человек лежит на тиване и ничего не делает, и мечтает, что придет дядя, принесет ему чемодан с долларами и скажет, верни долги. Но такой человек, он делает определенные шаги, он отлаживает какую-то часть денег, он расписал себе график погашения долгов, и он молится, ожидая того, что Бог, он выйдет навстречу и поможет ему решить эту проблему. Это испытание твоего решения исполнять Божью волю в сфере материальных взаимоотношений. Это испытание. И ты, к примеру, у тебя сын или дочь в проблемах зависимости, наркомании или алкоголизма, и ты много лет ожидаешь от Бога, ты прилагал усилия, тратя большие финансы, все истратил на его лечение, но не внима никакого результата. Но ты молишься, стоишь в молитве, в уповании на Бога, что Бог все-таки освободит твоего сына или дочь. И это испытание твоей веры, это испытание твоей стойкости в молитве. Друзья, это испытание. И когда Бог совершит это чудо, это будет плодом твоих каких-то определенных действий. И это будет результат прохождения, конечный результат прохождения твоего испытания. Это будет чудо. Еще раз скажу. Чудо – это ожидаемый результат в прохождении тяжелого испытания. И знаете, друзья, действительно, когда Бог по своей великой милости даст тебе возможность пройти это испытание, в конце этого испытания ты будешь обязательно счастлив. Обязательно ты будешь счастлив. И это обязательный момент, который должен быть в жизни людей, живущих в Божьем присутствии. Жизнь людей, которые ищут Божьего лица. Их жизни, они просто должны быть наполнены Божьими чудесами. И если мы вспомним, Ишуа во время своего земного служения, он множество творил чудес. Первоапостольская церковь, она также была наполнена Божьими чудесами. Наша община не исключение, друзья. Мы видим множество Божьих чудес, которые Бог производит. Знаете, почему это? Потому что Бог живой. Он живой. Мы видим эти примеры вокруг нас. Посмотрите. Пример нашего призыва. Вот для меня пример Сергея Михайловича, который проповедовал Тору. Когда-то некогда он был проповедником атеиста. Бог призвал его, сделал проповедником правды. И мы слышали прекрасные комментарии Торы, которые... Слово, которое изменяет жизнь. Смотри, атеизм, проповедник правды. Алена, рак. Бог исцелил ее от рака. Виктор Николаевич, рожистое воспаление. Моя жизнь, врачи говорили, нет шансов. Ирина, Бог велик. Извините, если я не назвал то чудо, которое Бог произвел в вашей жизни. Но это слава Божья. Бог великий и Бог живой. Это действительно достойно, чтобы воздать ему славу. Аллилуйя. И чудеса – это неотъемлемая часть жизни верующих Нового Завета. Новых отношений с Богом. Новой близости с Богом. Потому что Иешуа живой, как я сказал, и как мы знаем. Потому что Иешуа умер, но воскрес. Он живой Бог. И когда мы взираем на живого Бога, понимая, что Он не когда-то там воскрес. Две тысячи лет назад мы знаем, что Он воскрес. А мы понимаем, что Он воскрес. И Он живой в наших жизнях сейчас. Он сейчас живой. Он среди нас. То, друзья, это приведет к тому, когда мы имеем такое понимание, что взирая на живого Бога, мы будем видеть Его славу. И Он будет совершать эту славу в собрании народа своего. Я хочу поделиться размышлением. Вообще скажу, как я назвал свое послание к вам. Мое послание называется «Воскресший Мессия предлагает тебе счастье». И на размышления на данную тему меня направила, натолкнула интересная очень история, которую мы читаем с вами на страницах послания Евангелия от Иоанна. Это 21-я глава, заключительная глава послания Евангелия, вернее, не послания, Евангелия. С 1-го стиха интересная история. Давайте, наверное, я вам ее прочитаю все-таки. «После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тевериадском. Явился же так. Были вместе Шимон, Петр и Фома, называемый близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидееви, и двое других из учеников его. Шимон Петр говорит им, «Иду ловить рыбу». Говорят ему, «Идем вместе с тобой». Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Ишуа стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Ишуа. Иисус говорит им, «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему, «Нет». Он же сказал им, «Закиньте сети по правую сторону лодки и поймайте». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Ишуа, говорит Петру, «Это Господь». Шимон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодки, ибо недалеко были от земли, локтей около двухсот, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Ишуа говорит им, «Принесите рыбу, которую вы теперь поймали». Шимон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и Петру в множестве не порвало сеть. Иисус говорит им, «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. Удивительная история, да? И давайте мы представим, вот вообще попытаемся понять, что же происходило. Семь крепких еврейских парней всю ночь ловят рыбу, ничего не поймали. Некто говорит им, «Ребята, у вас есть что-то есть?» Нету. Закинули сеть, кидайте сети по правую сторону. Кидают. Во-первых, удивительно само, представьте, люди всю ночь проработали, и тут кто-то говорит им, «Киньте еще раз сети». Ну, рыбаки, во-первых, кто немножко связан с рыбалкой, понимают, что кинуть сети – это не так просто. Это серьезное дело, но мы видим в них особый характер, характер послушных людей. Удивительный момент. Далее мы видим, они кидают эти сети, и количество рыбы, оно было неимоверное. Семь человек в воде, они не могут тащить эту рыбу. Потом Иоанн узнает, что это Ишуа, Петр выходит на берег, приходит к Ишуа, и что мы видим? Что оказывается, еда готова. Возникает вопрос, зачем же Ишуа тогда просил, «Ребята, у вас есть что-то кушать?» Ишуа, он хотел совершить чудо. И в этом отрывке мы видим не одно чудо, в этом отрывке два чуда. Первое чудо сотворил Ишуа, когда сказал, «Киньте сети по правую сторону и споймайте множество рыбы». Они послушны были, и Бог сотворил чудо, тем самым Бог показал. Как мы видим в конце, уже никто не смел спросить, «Кто ты?» Потому что они понимали, что это сделал Бог. Но было здесь еще одно удивительное чудо. Это чудо, которое сотворил Петр. Если мы будем внимательно смотреть, то после того, как он увидел воскресшего Мессию, он сам вытащил на землю сеть, которую они всемиром не могли тащить в воде. Он сам вытащил эту сеть. И, друзья, я хочу вам сказать, что мы поймем чудо, понимая закон Архимеда. Я вам сейчас его прочитаю. На тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, равная весу жидкости в объеме погруженного тела и направленная вертикально вверх. Замысловато, да? Я расскажу другой вариант попроще. Пусть меня, конечно, простят физики за некорректную формулировку, но, может быть, мы поймем. Тело, погруженное в жидкость, теряет в весе столько, сколько весит вытесненная жидкость. Ну, уже больше понятно. Но, если сказать простыми словами, в воде все легче гораздо, да? Все гораздо легче. Так, посмотрите, история. Всемиром они еле тащили. И в воде Петр вытащил из воды на сушу сам. И когда это произошло? Когда Иоанн сказал, что это воскресший Мессия. Когда Петр увидел воскресшего Мессию, сверхъестественная сила Божия наполнила его. И Бог его руками сумел совершить чудо. Когда в наших жизнях мы видим воскресшенную Мессию, Он творит в наших жизнях чудеса. И не только Он творит в наших жизнях чудеса. Через нас Он будет творить чудеса в жизни других людей. Писание говорит о том, что дела, которые я творил, и вы сотворите, это слова Ишоа. И более сих сотворите, потому что я к Отцу моему иду. И вы знаете, друзья, скажу вам честно. Вот во мне была некая определенная борьба. Говорить об этом или не говорить. Я даже с женой не советовался, потому что я знал, что она мне может сказать не говорить. Но все-таки я скажу. Вы знаете, много лет назад в моей жизни произошло такое чудо, которое произошло с Петром. Я с вами поделюсь им. Вы знаете, я не люблю об этом говорить, потому что оно, то, о чем я скажу, оно не приносит, не делает мне чести. Возможно, оно где-то умолит меня в ваших глазах. Но когда умаляется человек, возвышается Господь. Поэтому это история о том, какой великий Бог. История моей личной жизни. И то, что я стою вот сейчас перед вами, 12 лет назад картина была немножко другая. Когда я пришел в общину, я был человек, как все неверующие люди, человек с определенным багажом. И этот багаж был не совсем хороший, не совсем удобный. 12 лет употребления наркотиков. Ни одна судимость. Определенное количество судимостей. Здоровье. Вы понимаете, 12 лет. Никакого здоровья. Проблемы. Ну, это... Я был на грани. Бог нашел меня на грани. И как заведено таким товарищам, когда они приходят в общину, что им предлагают? Говорят, дорогой, в твоем варианте, репцентр, другого шанса нет у тебя. Варианта? Без вариантов. И вы знаете, был еще удивительный один брат с Пятидесятнической церкви. Мы потом вместе служили в тюремном служении. Он потом через 5 лет делился мне, рассказывал. Говорит, я встретился с тобой первый раз, пообщался. Говорит, и внутри себя подумал. С этого толка не будет. Но Господь... У Господа был другой план. И вы знаете, приехав на реабилитационный центр, вот, как правило, там есть такие периоды. Там называется карантин. Это 10 дней, когда человеку надо прийти в себя физически. Как правило, ну, абстиненция от употребления наркотиков и так далее, дают период прийти в себя. И я приехал, мне тоже дали этот период. Но через 5 дней предложили заработать хорошие деньги. Репцентр. Репцентр – это благословенное место в городе Симферополе. Репцентр от еврейской и мессианской общины города Симферополя. И предложили заработать деньги. Репцентр на самофинансирование. Естественно, откликнулись на это дело. Надо было разгрузить вагон плитки облицовочной. Нас было 12 братьев. Надо было этот вагон разгрузить. И вот мне говорят, дорогой, хотим тебя поздравить. Твоя часть десятидневная сокращается в два раза. Едешь с нами разгружать плитку. Я говорю, ну, хорошо, поехали. Получается, нас поделили на две команды. По шесть человек. Помимо этого, все служители, скажу вам, старшие служители общины, помощник пастыря. Равин тогда не смог этого делать. Он был в другом городе. Все старшие служители участвовали в этом вопросе. Директор реабилитационного центра. Все. Потому что был действительно очень хороший заказ, хорошие деньги. И, ну, это надо было сделать. И вот нас было 9 человек на одном объекте, на моем, на другом объекте было, наверное, человек 11. Потому что там надо было больше носить. И вот мы приехали и начали вдохновленно, помолившись носить эту плитку. Плитка по 16 килограмм в одном брикете. Вот это. Скажу вам так. Когда мы загрузили первую фуру, я вышел, говорю, ребята, наверное, закончилось не мое время карантина, а моя реабилитация. Пожалуйста, извините меня, я уезжаю домой. Я не могу физически. Во мне 60 килограмм веса. Я никогда ничего вообще не делал. Я не могу. Вы знаете, в тот период у меня братья-служители подошли ко мне. Вам я говорю, что так все смешно. Им я заявлял это совсем в другой форме. Мне билет, пожалуйста, и все. Или я буду ругаться. И вы знаете, вот они собрались и говорят мне, Олег, не надо работать. Мы сделаем сами. Мы сами. Главное, не уезжай. Не уезжай. Бог тебя очень сильно любит. И они меня уговорили. Я сел на пригорочке и смотрю, как они носят эту плитку. А Дух Святой, который поселился в моем сердце, говорит, Олежий, посмотри, неужели они сильнее тебя? Там был Валера, директор центра. У него от того, что он много лет употреблял наркотики, кололся в пах, у него одна нога была как две. Он еле ходил. Он носил эту плитку. Там были ребята такие, и они носили ее. Я посидел полчаса, я встал и начал с ними работать. Я увидел, если они могут это, значит, Бог действительно живой. Потому что если Бог смог воскресить их, значит, и этот Бог, я его принял в свое сердце, значит, он живой в моей жизни. Вы знаете, я вам скажу, в тот вечер через мои руки прошло по документам 54 тонны плитки. Мы стояли цепочкой. Проходило, мы стояли цепочкой и по 16 килограмм передавали друг другу. 54 тонны. Это чудо. Для меня это было чудо. Но я смог сделать это, потому что я увидел воскресшего Мессию. Я понял, что Бог таки живой. Если Он с такими ногами носит и ничего не говорит, Бог живой. Ишуя действительно воскресший, сильный Бог. Аллилуйя! Друзья, и воскресение, воскресение Ишуа – это неотъемлемое, это фундаментальная часть нашего с вами спасения. И Рав Шауль в своем послании, апостол Павел, в первом послании Коринфянам, 15 главе, говоря в Евангелии, он свидетельствует о воскресении Мессии и говорит, «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Наша вера, она созиджится на воскресении Ишуа Мессии. Нам хорошо всем с вами известны стихи с послания к римлянам. Это 10 глава, 9 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Ишуа Господом, а сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». «Сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». И когда мы верим в воскресение Ишуа, наше сердце, наш внутренний человек, он будет усмотрен, он будет смотреть на нашего Спасителя. А когда мы видим нашего Спасителя, живого, то наши жизни, они будут наполнены Божьими чудесами. И присутствие чудес в наших жизнях, в нашей общине, оно показывает нам, что Спаситель, что Бог, Он близок к нам. И мы близки к Богу. И это дает нам силы, когда мы проходим определенные испытания, определенные вещи в нашей жизни. Друзья, я скажу так, что чудеса – это неотъемлемая часть жизни верующего человека. И хочу прочитать вам послание, одно интересное. В послании Якова, 1 главе, 12 стихе написано, что «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь, любящим его». Счастливый человек. Счастливый человек. Это счастье. Такой человек будет счастливый. Смотрите, и наше с вами счастье, хотим мы этого или не хотим, оно неразрывно связано с прохождением испытания. Я, конечно, не говорю о том, что христиане – такие духовные мазохисты, которые «О, мы в испытаниях». Нет, но это неотъемлемая часть. Жизнь верующего человека, если ты действительно верующий человек, ты будешь понимать, что ты проходишь испытания. Писание пишет, что все живущие благочестиво во Христе Ишуа будут гонимы. Гонение – это испытание, друзья. И именно поэтому, что испытание – неотъемлемая часть нашей жизни, именно поэтому апостол Яков в начале своего послания, он говорит, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». С радостью, не просто так. Аллилуйя. И послание Якова, я вообще хочу сказать, что это одно из моих любимых посланий. Я очень часто его использую. Мне очень нравятся эти лаконичные такие наставления, которые Яков дает в таких фундаментально важных, хоть и простых на первый взгляд, но важных сферах жизни христианина. И в первой главе мы с вами можем видеть, что рассматриваются такие вопросы, как испытание, молитва, вера, отношение к богатству, источник искушения. Но в 19 стихе мы видим такой своего рода итог. Написано. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будь скор на слышание, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток зловы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти души ваши». И если мы посмотрим, написаны очень удивительные вещи в этом стихе. Оказывается, принятие слова, оно участвует в нашем спасении. Но сразу сделаю небольшой комментарий, чтобы меня, не дай бог, не обвинили в ереси. Я сделаю эту поправку, что наше с вами спасение, естественно, созидится на жертве Ишуа Мессии и Его воскресении. Никакие наши дела, никакое наше отношение принятие слова не дает, я подчеркну, принятие слова не дает нам спасения. Принятие слова, оно участвует в нашем спасении, помогая совершить нам путь этого спасения. И дальше написано, друзья, я скажу так, написан, я его так называю, рецепт счастливой христианской жизни. Вот очень просто. Сейчас мы это вместе посмотрим. Давайте прочитаем следующие стихи. С 22 стиха написано то, что поможет в хождении в вере, пребыванию в вере, что поможет человеку быть действительно не человеку, а нам с вами быть счастливыми людьми. Написано, будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Счастлив. Счастлив будет в своем действии. И у нас, друзья, с вами есть возлюбленный выбор. У нас есть возможность быть слышателями, которые обманывают сами себя, но можно быть людьми, которые исполняют слово и которые будут счастливы, которые будут блаженны в своем действии. В начале собрания был вопрос, кто хочет быть счастливым. Вот рецепт, рецепт счастья. Хочешь быть блаженным в своем действовании, исполняй Божьи слова. Все очень просто. Как мы слышали комментарии, простые вещи, но это простое Божье, оно непонятно для людей этого мира. У нас то же самое. Мы видим просто, исполняй слово. То, что Сергей Михайлович сказал, Бог хочет от нас исполнения заповедей. Бог желает от нас исполнения заповедей. А как мы можем исполнять заповедей? Когда мы знаем слово, когда мы пребываем в нем, я об этом скажу немножко дальше. Посмотрите. И апостол Яков, он в этом отрывке приводит такой интересный пример, такое интересное сравнение, что человек, который выбирает первый неправильный путь, он подобен человеку, который смотрится в зеркало. Почему же он такой дает интересный пример? Потому что такое отношение... Что значит человек смотрится в зеркало? Это обычное действие, это обыденное действие. Я думаю, ну, наверное, единицы из нас, кто рассматривает, может, сестры там немножко это делают, но по-любому не так. Мы не рассматриваем свои природные черты, запоминая, какие мы часами рассматриваем. Нет. Для нас это естественное действие, для нас это обыденное действие, которое мы делаем, посмотрели, причесались, ушли. Это простое действие. И он дает такой пример. Вы знаете, что вот такое отношение, оно порождает в человеке забывчивость. Вот, да, мы же не пытаемся запомнить, какие мы. Для нас это обыденное действие. И человек, который просто слушает слово и не применяет его в своей жизни, он, ну, подобен такому человеку, как написано. И мы знаем, что это опасное отношение. Я скажу, что такое отношение, оно приводит к духовным болезням и может привести даже к духовной смерти. И вера такого человека, мал по малу, она будет ослабевать. Она будет ослабевать, и такой человек, он подвержен заболеванию духовными болезнями определенными. Вы знаете, что есть духовные болезни? Вот я скажу, что человек, относящийся так, он будет иметь эти болезни. И это уже мое сугубо наблюдение, об этом не написано в послании Якова, но, как правило, такие люди, они заболевают глазами. Они перестают видеть славу Божью, они перестают видеть чудеса Божьи, которые Бог делает в общине, но они начинают видеть людей. Больше они видят людей, которые делают определенные промахи, а может и не делают промахи, может им видятся эти промахи, но производят это к тому, что они перестают смотреть на Бога, а начинают смотреть на людей. Вы знаете, есть другая сторона. Человек, который вникает в Слово, человек, который размышляет о Слове, человек, который пребывает в Слове, исполняет его всегда, такой человек, он будет крепок. Он будет, мы помним, все прекрасно пел первый псалом, будет как дерево, посаженное при потоках вод, который приносит плод свой во время свое, лист, которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Это о таком человеке, который вникает в Слово, который размышляет о Слове. Вы знаете, его вера будет крепка всегда. Его внутренний человек всегда будет силен. Его взор, он всегда будет усмотрен на живого Мессию. Он всегда будет перед собой видеть воскресшего Ишуа. И понимая, что Ишуа, он, принимая от него, приняв это спасение, приняв этот дар, он будет питаться этим Словом, жить этим Словом, чтобы вернуть это в Бога, вернуть это назад в Ишуа, потому что мы знаем, что он, Бог, есть Альфа и Омега, начало и конец, и даровав нам спасение, дав нам свое Слово, дав нам свою Истину, он хочет, чтобы мы возвращали это в Него нашими плодами, нашим преображением. И мы, когда живем подобным образом, мы возвращаем это Ему, будучи твердыми в вере, будучи твердыми в нашем уповании, в нашей надежде. И мы тогда не будем смотреть на промахи других людей, потому что наш взор, он будет усмотрен на Ишуа, воскресшего Ишуа, который воскрес, который живой, который сильный Бог. Аллилуйя, друзья! И вы знаете, я хочу сказать, что он не просто будет такой человек видеть, он еще будет участвовать. Как Петр был тем, кто делал чудо, так вот такие люди, они будут участниками действия Божьего, участниками Божьих чудес, потому что, когда человек знает Бога, когда человек знает Его волю, мы имеем особенное дерзновение. Когда ты знаешь своего Бога, когда ты видишь своего Бога, ты имеешь дерзновение. Как написано в первом послании Иоанна, что, и вот какое дерзновение мы имеем к нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас, а когда мы знаем, что Он слушает нас, во всем, чего бы мы ни просили, знаем то, что получим, просимое от Него. Мы знаем, мы знаем, что получим просимое от Него. И когда мы в таком состоянии, мы приходим и говорим, Боже, по моей молитве, соверши чудо в жизни моего брата или моей сестры. Вы знаете, друзья, я верю, что Бог, Он будет действовать. Он действует, потому что на этом месте множество людей, которые пребывают в Слове, которые размышляют о Слове, которые изучают Слово. Аллилуйя! Слава Господу! Друзья, и человек, который исполняет Божье Слово, который вникает в Божье Слово, который принимает Божье Слово, по размышляниям о Нем, он обязательно будет счастлив. Такой человек, он обязательно будет счастливым в своих действиях, он будет счастливый в своей семье, он будет счастливый в своей работе, в своем бизнесе, он будет счастливый в своем служении, куда бы Бог его ни послал, он будет счастлив. Жизнь такого человека, она будет обязательно наполнена Божьими чудесами, И Он будет участниками этих чудес, потому что Бог живой, Бог Ешуа живой, Он воскресший Бог в моей жизни, в вашей жизни, Он живой Бог. Мессия всегда перед нами. Мы можем смотреть на людей, мы можем смотреть на Мессию. Когда мы смотрим на Мессию, тогда мы будем счастливы. Это простой рецепт счастья. Рецепт счастья для верующего человека. Наше счастье в Ешуа Мессии, наша жизнь, она по-любому, когда связана с воскресшим Ешуа, она будет наполнена чудесами, она будет наполнена Его славой, друзья. И сегодня я хочу сказать, что если на этом месте есть люди, которые никогда не принимали Ешуа Господом и Спасителем, если вы хотите видеть чудесного Бога в своей жизни, иметь мир с этим Богом, иметь отношение с этим Богом, то это ваше время. Друзья, здесь есть люди, которые никогда не принимали Ешуа Господом и Спасителем. Все спасенные, слава Господу. Это хорошо, что у нас много спасенных людей, слава Богу, друзья, но и для нас сегодня Бог предлагает принять решение. Мы можем сегодня сделать выбор, сделать выбор быть счастливыми, сказать сегодня, Господь, я принимаю решение, сегодня, в это время я принимаю решение быть человеком, который слушает и исполняет Твое Слово. Я буду размышлять об этом Слове, я буду вникать в это Слово, я буду смотреть на Тебя, Ешуа. Я хочу, чтобы Ты всегда был впереди меня, чтобы я видел Тебя, чтобы я знал Тебя. Друзья, я предлагаю встать всем на наши ноги и помолиться. Если Ты, может быть, где-то оставил это действие, суета, возможно, проблемы, заботы, сегодня время, помолившись, сказать, Авинуша Вашимая, Отец Небесный, Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты среди нас. Ишуа, прежде всего, мы хотим сказать Тебе спасибо за то, что Ты умер, но Ты воскрес. Ты живой Бог, Ты живой в моей жизни. Аллилуйя, Боже, мы хотим воздать Тебе славу, потому что, Господь, действительно, мы понимаем, что Ты воскресший и жив, и действенен, и силен, и благ, и милости. Отец Небесный, во имя Ишуа, Мессии, Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты помог нам, Боже, не быть слушателями Слова, но быть исполнителями, Господь. Чтобы мы размышляли об истине Твоей, чтобы мы пребывали в истине Твоей. Господи, чтобы мы знали пути Твои, и всегда, идя по Твоему пути, взирали внутренними нашими глазами на Тебя, живого Бога, сильного Бога. Отец, мы просим особенного Твоего обновления для нас, Господь, во имя Ишуа, Мессии. Боже, мы хотим видеть чудеса Твою, славу Твою, силу Твою, величие Твое в народе Твоем. Господи, и это связано Ишуа с Тобой. Прославься среди нас, будь превознесен и будь велик в наших жизнях, в наших обстоятельствах. И чтобы мы не проходили, Господи, нам взирать на Тебя, умершего, но воскресшего, живого и истинного, чье славное имя пребывает вовек. Аллилуйя!